Пум-пум-пум, ну что, начнем. Всем привет! Вот и настал момент, когда я записываю новое видео. И сегодня я хочу поговорить про тему, которая на самом деле сейчас, наверное, одна из самых обсуждаемых. Это презентация Apple 2024 года. Мы поговорим то, что представили, то бишь быстренько так пройдемся, не будем углубляться, и вообще, почему я считаю эту презентацию главным разочарованием года. И вообще, действительно ли я так считаю? Ну и, кстати, перед началом ролика хочу напомнить то, что меня зовут Максим Лихачев, и я занимаюсь мобильной разработкой. Перед просмотром поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ведь вам это ничего не стоит, а мне здорово поможет развитие канала. Также не забывайте подписываться на мои другие социальные сети. Все ссылки, естественно, есть в описании к ролику. Ну а мы начинаем. Поехали! 9 сентября 2024 года, то есть на данный момент это вчера, сегодня утро, сейчас у нас 9 утра получается. И вчера где-то, если не ошибаюсь, в 8 вечера у нас состоялась презентация Apple. Или в 7.30... Короче, не столь важно. Короче, вчера была презентация Apple вечером и показали новые, скажем так, инновации, которые сейчас будут продаваться от Apple. Я хотел бы кратко пробежаться по тому, что представили, какие у нас там апдейты, скажем так, и вообще, стоит ли обновляться на эти устройства. Я, как человек, который пользуется Apple техникой уже давным-давно, я, скажем так, подсел на крепкий стержень Тима Кука, и я реально обожаю технику Apple. И я, на самом деле, даже думал продать свой телефон, а у меня сейчас 15 Pro Max, на который я, кстати, вот сейчас и снимаю на данный момент, и купить себе 16 Pro Max. Но что-то спойлер я передумал. Ну и давайте, наверное, начнем по порядку. То, что представили, что нового, там все такое. Как я уже сказал, я являюсь любителем Apple техники, и поэтому у меня, естественно, есть Apple Watch. Это Apple Watch 8 серии, который мне очень-очень сильно нравится. Единственный нюанс в том, что тут есть симка, а в Сербии она не работает. Вот, красненькая штучка такая. Это говорит о том, что есть GSM-модуль в часах. Также у меня есть iPhone Pro Max, как я уже сказал. У меня есть MacBook, на который я сейчас записываю. Это MacBook Pro, 16 гигов оперативки, 512 встроенной памяти на процессоре M1, простом. Ну, то бишь, это который 2020 года, если не ошибаюсь. И также у меня есть еще вот такое чудо техники. Это MacBook Pro, 16 на процессоре M3 Pro, 512 встроенной памяти и 36, если не ошибаюсь, оперативки. Там как-то странно. Вроде 36, да. И, кстати, это тоже одно из разочарований, потому что вроде бы ноутбук стоит почти полмиллиона, а CS2 на нем нихера нормально не работает. Но я, конечно, понимаю то, что это устройство не для того, чтобы играть, но, ну, могли бы уже сделать как-нибудь, чтобы CS'очка работала, и мне не приходилось бы ходить по выходным в компьютерные клубы. И спокойно можно было бы играть дома. Ну, ладно, мы немного отошли от темы. Первое, что показали на презентации Apple в 2024 году, это были новые Apple Watch 10. Честно говоря, то, что я посмотрел, ну, там, знаете, это довольно стандартная ситуация, то, что часы стали чуть-чуть больше, мощные динамики, там какой-то заряд дольше держится там на буквально 10, 15, 30 минут. Тут они уже там даже не в процентах, насколько я помню, говорят. Да-да, вот я смотрю у себя по подсказкам, на 30 минут они стали дольше держать. Добавили и в часы, нахрена, не знаю, там, может, отслеживать падения какие-то, расшифровки сообщений и все такое. Вообще, на самом деле, я даже не особо понимаю, зачем ИИ-то нужен в телефоне еще до сих пор, потому что я этим не пользовался и, как бы, пока что только я это вижу из слов других людей на Ютубе. Типа, вау, круто, вау, классно, но пока что свой экспириенс я не могу описать, потому что мне его не было банально. Хотя, опять же, на моем iPhone 15 Pro Max это чисто теоретически скоро должен появиться ИИ. И, как всегда, новый процессор. Часы стоят, как всегда, не так дорого, 400 долларов, но это в Штатах, плюс налог Штата еще все обычно забывают про него. Ну, грубо говоря, там, за 500 евро в Европе их, скорее всего, можно будет купить. 500, 450, где-то так. Ну, в принципе, за такую же сумму я и покупал свои Apple Watch'и. Восьмые жене покупал Apple Watch'и, тоже восьмые, только поменьше чуть-чуть. Плюс-минус все стоило 400-500 евро. Поэтому, как бы, нововведений практически никаких нету. Если у вас есть старый Apple Watch, то оставляйте старые. Ну, опять же, смотря на сколько старые. Если у вас нет вообще Apple Watch'и, вы хотели бы попробовать, либо у вас очень-очень старые, например, какие-нибудь третьи там, то тогда имеет смысл обновиться. Я бы даже сказал так. Если у вас нет Apple Watch'и и вы хотите их, то тогда есть смысл покупать. Если у вас есть какие-то Apple Watch, то я не знаю. Стоит подумать, конечно. Показали новые Apple Watch Ultra. Вообще, я считаю, это на самом деле мусорный продукт, который выглядит как кусок... Это мы вырежем. Вообще, на самом деле, я считаю, что это не самые удачные часы, которые непонятно для чего, которые выглядят вообще некрасиво. Но кому-то нравится, поэтому, типа, Apple их выпускает. Они там, типа, быстрее, дольше, все такое. Но из нововведений я, как понял, только появился новый цвет. Это гениально. Я представляю, вся команда там работала весь год, разрабатывала, а даже, может, и не год, разрабатывала. Какие думали, какие фичи придумывали. Такие, а давайте новый цвет долбанем, и все. Ну, короче, ладно. Тут ничего. Вообще ничего. От слова совсем. Новый цвет, и все. Следующее, то, что показали, это новые наушники. Наушники, на самом деле, ну, я думаю, настало время обновлять, потому что они давно не показывали ничего нового. И показали AirPods 4. И самой главной фишкой, которую я так понял, является, это активный шумодав именно для четвертой версии. То бишь, раньше шумодав был только у прошек, а теперь их добавили и на обычные AirPods. Но фишка в том, что там есть, вот, как я уже сказал, типа, две или три версии, и в самой базовой шумодава нет. То бишь, если хочешь шумодав, то покупай там чуть подороже версию. Она как бы не там много дороже стоит, но сам факт того, что, типа, наушники вроде бы вообще идентичные, но, типа, чуть-чуть переплачивая, ты получаешь шумодав. А это как будто вообще похоже на фичу, которая, ну, могла бы быть, на самом деле, и в базовой комплектации. Поэтому, ну, такое. Ну, как всегда, добавили там распознавание речи, беспроводная зарядка в кейсе. Вау, будто такого до этого не было. Чип новый процессор. Опять же, честно говоря, я не совсем понимаю, нахрена в наушниках полноценный процессор ставить. Мне кажется, он там, типа, стоит и работает на каких-нибудь, там, процентов 5 от своей мощности. Но ладно. Apple лучше знает. Возможно, скорее всего, даже я не прав, и он там действительно нужен. Но сомнительно. Возможность отвечать на звонки кивком головы. Ну, вот так сделал, ответил. Замечательно. Круто, классно. Может, даже удобно. Это, знаете, как в предыдущих Apple Watch'ах показали вот эту штучку, типа, вот так вот делаешь, и там, типа, он применяет какое-то действие. А потом оказалось, что это можно добавить и на предыдущих Apple Watch'ах, там, типа, через жесты и все такое. Не помню, как эта штука называется. В общем, ну, забавно, прикольно. Возможно, удобно, но, типа, это не то ради... Я бы не сказал бы, что это киллер-фича какая-то, и то ради чего стоит бежать, сразу покупать новое. Также показали новый AirPods Max. Опять же, очередной мусорный проект, который, ну, как по моему личному мнению, который вообще непонятно зачем нужен, и из нововведений там добавили Type-C. Как-то так. Ну, и показали новый AirPods Pro. Конечно, я бы, может быть, их даже купил бы, но совсем недавно мне мои друзья подарили AirPods Pro 2. Поэтому, типа, ну, обновляться с AirPods Pro 2 на AirPods Pro 3, как бы, ну, смысла особо большого нет, если учесть только то, что там обновили только шумодав, и, судя по всему, все. Там, ну, как всегда красиво рассказывали, то, что у нас инновации в этих наушниках, там, типа, они там лучше, быстрее и все такое, но по факту обновили только шумодав. Хотя, в принципе, меня шумодав полностью устраивает в AirPods Pro 2. Ну, и давайте перейдем к самому интересному, к новым айфонам. Как бы так сказать? Линейка плюс-минус, скажем, такая же самая, как и была в прошлом году. То бишь, есть 16, есть 16+, есть 16 Pro, есть 16 Pro Max. Фишка заключается в нововведениях, которые, как всегда, нам преподносят, как какие-то суперкрутые инновации. Сразу заранее скажу то, что я буду выделять только те, которые я считаю значимыми по той простой причине, потому что, ну, как по мне, большая часть фичей, которые они представили, это фичи операционной системы, и которые там как-то взаимодействуют с железом. Но, по сути, при особом желании и ресурсах Apple, это можно было бы запихнуть, например, наверное, даже в старые айфоны, а не представлять это как суперкрутыми нововведениями именно конкретно этой линейки. Основным изменением в айфоне 16 по сравнению с айфоном 15 это новая сенсорная кнопка. Сенсорная кнопка... Тихо. Эта сенсорная кнопка на самом деле выглядит довольно забавно. И, как бы, вроде бы функционал у нее тоже прикольный, и, как бы, и, возможно, даже в реальной жизни она пригодится. Там, то бишь, ее перевернул, на нее камеру включил, там свайпы она поддержит и все такое. Ну, в общем, экспириенс прикольный. Непонятно, как это будет работать. Конечно, в чехлах, скорее всего, там будет вырез какой-то делать под эту кнопку, но это действительно что-то новое именно в айфонах. Не сказать то, чтобы такого не делали в других телефонах, насколько я помню, это уже где-то было. Но, тем не менее, в айфонах это что-то новое. Поэтому про это мы скажем. Ну, как всегда, у нас там увеличили яркость до 2000 нит, если не ошибаюсь. То бишь, экраны действительно будут яркие, на солнце будут вполне себе неплохо смотреться. Ну, то бишь, вы будете все видеть более-менее адекватно. Ну, и поставили туда чип А18, который, в принципе, вполне себе неплохо работает, и даже в игрушки можно поиграть, насколько я помню. Хотя, опять же, мобильный гейминг — это такая штука, ну, я думаю, это тема отдельного ролика. Я пытался играть, то бишь, ну, и как-то мне не совсем заходит. Все-таки телефон телефоном, а играть на компьютере мне больше нравится. Хотя, опять же, в Cloud Duty какой-нибудь там мобайл я порой люблю немножко побегать. Но мы отошли от темы. Ну, и дальше начинаются всякие посредственные вещи, типа там, знаете, на 40% быстрее, на 30% мощнее, там держит зарядку до 20%. Ну, это и так вообще цифры из головы, если сейчас наберу. Я думаю, суть вы понимаете, что там дальше какой-то процент идти побыстрее. По факту, обычно, когда люди смотрят, да, цифры, видно, что типа там на 30% быстрее, чем предыдущий iPhone. Ну, вот это, как они, кстати, говорили, то, что на 40% — вру-вру-вру. На 40% iPhone 16 быстрее, чем iPhone 15. Но в реальной жизни, если ты смотришь на iPhone 15, он, блин, он реально офигенно быстро работает. И то, что iPhone 16 работает на 40% быстрее, как это понять именно визуально, я, честно говоря, даже не представляю. Потому что если вы будете держать два телефона, они будут для вас, скорее всего, практически идентичными. Ну и, понятное дело, есть еще плюс-версия, которая побольше. И, честно говоря, даже любители телефонов, которые имеют большие экраны, нежели маленькие, поэтому беру именно большую версию обычно. Плюс непонятно зачем для меня во время презентации новых iPhone'ов начали показывать фишки, которые связаны с операционной системой. А именно даже не то, чтобы с самой операционной системой, а фишки с AI-шкой, то есть с искусственным интеллектом. Да, конечно, там сказали это, представили, как всегда, типа то, что это суперкрутая инновация, но в реальной жизни я даже не знаю, зачем бы оно мне пригодилось. Например, я сейчас даже зачитаю. Возможность переписать свое гневное письмо коллеге на дружелюбное. Ну, я не знаю, надо ли оно. Наоборот, лучше бы там, чтобы еще посильнее, больше гнева добавилось. Потом генератор эмоджи, это вообще, по мне, ну, я не знаю, зачем. Там эмоджи этих я, наверное, процентов 90 не использовал никогда в жизни, которые уже есть в iPhone. Еще если генерировать свои, ну, возьми Telegram туда, стикер, пак свой, добавь, и все. Ну, это, я не знаю, может, кому-то нужно, но я рассуждаю с той точки зрения, то, что пригодилось ли бы мне это в реальной жизни. Скорее всего, нет. Встроен ли генератор картинок? Это может быть, конечно, даже и прикольно, но я не знаю, для кого там. Для каких-нибудь там дизайнеров, там, художников, еще чего-нибудь, чтобы они там нарисую картину, там, такую-такую-такую-то, посмотрели, как это выглядит, и что-то примерно-то похоже нарисовали, как такая отправную точку использовали, либо как для вдохновления. Но в реальной жизни обычным людям, я не знаю, надо ли это или нет, я бы точно не пользовался. Ну, и Siri поумнела, как всегда, я не знаю. Честно говоря, касательно Siri, я считаю ее самым, наверное, тупым ассистентом, который только есть, потому что, ну, она банально не может практически ничего. Ну, типа, завести будильник и включить музыку, наверное. Что она еще может? Обычно, если что-то ее спрашиваешь, такое более, ну, повседневное, она говорит, типа, вот, смотрите, что я нашла в интернете, и все. Как бы, ну, как по мне, она бесполезная, короче. Ну, как-то презентация Apple сказали, что тестировать AI-шку они начнут уже в следующем месяце. Опять же, непонятно, будет ли она доступна по всему миру, не по всему миру, посмотрим. Знаю точно, что она будет доступна только на английском языке. По цене новые iPhone будут стоить 800 долларов за iPhone 16, и за 16+, вы заплатите 900 долларов. Ну, там, без одного доллара, как всегда, это, типа, 99 в конце. Ну, я уже округлил, там, плюс доллар добавил. Потому что все равно это ничего не влияет, ни на что не влияет, потому что вы заплатите еще и налог за это. Как всегда, Apple показывает цены без учета налога. Мне, например, когда телефон покупали, у меня был 10% налог, это было в Нью-Йорке. Поэтому, ну, плюс-минус 10-15% докидывайте, и вы узнаете, какая это будет стоимость именно в Соединенных Штатах. Ну, и давайте, наверное, перейдем к пролинейке. И тут я был максимально разочарован. Как я уже сегодня говорил, то, что я хотел попробовать обновиться со своего 15 Pro Max на 16 Pro Max, если там что-то будет такое суперкрутое и интересное. Но, когда я посмотрел презентацию, я понял, что, ну, обновляться в этом году я точно не буду. Я куплю своей жене новый телефон, а себе точно, ну, блин. Ну, в общем, слушайте. Из крутых изменений, по мнению Apple, и инновационных стало то, что экраны стали 6,3 дюйма и 6,9 дюйма, то бишь экраны-лопаты, которые раньше, знаете, за это, помню, прикалывались над всеми андроидами, особенно китайскими. То, что там, типа, о, у тебя лопата какая-то, непонятно. Вот теперь айфоны будут тоже лопатами. Как бы не сказать, что это прям совсем плохо, 6,9 я поюзал бы на самом деле, но, блин, как бы раньше издевались за счет этого над андроидами, теперь вот добро пожаловать в этот мир, как говорится. Ну, и начались самые-дальше самые-самые-самые крутые изменения. Самая большая и долго живущая батарея Apple. Ну, классно, круто. Понятное дело, вы, блин, увеличили размер корпуса и, понятное дело, туда запихнули более мощную батарею. Ничего инновационного. Новый процессор, который, как всегда, там на 15% мощнее, на 20% меньшей энергии потребляет и все-все-все вот это такое. Синтетика нас вообще не интересует, потому что, мне кажется, какой-нибудь проц, который стоял там 4 поколения назад, он бы вполне себе для моих нужд подходил бы просто бы идеально. Понятное дело, улучшили камеру, добавили этот пятикратный зум на телескопическую камеру, сделали 4K 120 фпс. И, как бы, ну, честно говоря, пару раз попробовал на 15 Pro Max использовать вот эти ProRes режимы, какие-то фильтры там, студийные освещения. И понял, что для того, чтобы мне сфоткать что-то в Инстаграм, мне достаточно просто самых стандартных настроек, чтобы вот так вот, торь, на кнопочку нажал, оно сфоткалось, все, загрузило в Инстаграм, оно все равно там качество порежет. Зачем это вот эти вот всякие студийные света? Да, конечно, возможно, если вы фотограф там, либо увлекаетесь фотографией, то это классно, круто, я понимаю. Но обычным людям, вот, блин, сделайте мне такой же самый iPhone, чтобы выглядел так же самое, но камеру просто похуже поставьте, и будет вообще идеально. За счет, потому что этого стоимость телефона возрастает просто кратно. Ну, не то, чтобы кратно, но в процентном соотношении прям действительно заметно. Потому что я же занимался ремонтом техники, и, естественно, iPhone я тоже ремонтировал. И точно помню, что камера для айфонов, особенно Pro-версия, стоит на самом деле космических денег, и там прям, я бы сказал бы, может процентов, я, честно говоря, не помню, но может так пальцем в небо процентов 20, а то и 30, может, стоит только камера от телефона. Поэтому то, что завозит новые фишки в камеру, это круто, но это круто для тех людей, которые пользуются этой камерой во всю мощность, а не там, например, как я вот поставил видео, записал. Хотя, опять же, тут есть нюанс, то, что, например, я видео записываю, видео я записываю в Pro-рессе, туда еще кастомные луты можно накидывать, а это тоже нужно, начинается вроде с 15-го айфона, фишка эта возможна. Короче, ладно, кому-то это надо, кому-то нет, это спорный момент, поэтому это даже сочнем за плюс. Но вот то, что меня прям сильно удивило, это то, что они добавили новую суперкрутую инновационную фишку, это запись звука со студийным качеством. Я, честно говоря, не представляю, как это сделали, как это работает, хотелось бы очень сильно послушать, но в моем понимании, чтобы записать звук со студийным качеством, тебе нужна профессиональная звуковая карта, как, например, у меня здесь стоит, тебе нужен хороший микрофон, как, например, у меня здесь висит, и по-хорошему тебе нужна студия, чтобы там стены не отражали звук и все такое. А как это будет работать в случае с микрофоном, маленьким-маленьким микрофончиком, который находится внутри айфона, который на каком-нибудь дешманском шлейфике находится, ну, честно говоря, мне это пока непонятно. Единственное предположение, это, опять же, это яишко, которое будет улучшать качество. Да и, собственно говоря, на этом других предположений у меня просто тупо нет. Ну и, понятное дело, добавили новый цвет. По ценникам эти айфоны будут стоить 1000 долларов, если не ошибаюсь, это за прошку, и 1200 за промакс. Плюс, понятное дело, налоги и все такое. Ну, в итоге, грубо говоря, скорее всего, в Европе где-то, ну, за 1400, за 1500 евро можно будет купить промакс-версию. Интересно, кстати, сколько они в России будут стоить, потому что я слышал то, что в России стоят дешевле. Вот мы вроде пробежались по всем этим нововведениям. Я не знаю, стоило ли вообще зачитывать или нет. Можно было, наверное, просто картинки показать. И давайте, наверное, вернемся к сути, потому что я, как я уже говорил, то, что я являюсь чуть ли не фанатом Apple техники, несмотря на то, что я Android-разработчик, меня за это постоянно подкалывают, то, что, о, пришел Android-разработчик, у которого несколько MacBook'ов, iPhone, Apple Watch, AirPods и все такое. И самое прикольное, что у меня есть Android, ну, там прям совсем ужасно. Я вот недавно у себя, кстати, в чате писал, вчера у ребят спрашивал мнение по поводу презентации. И там как раз писал то, что у меня есть Android, и Android-то я обычно покупаю самые-самые корявые, самые глючные и все такое. Потому что если получится написать софт для этого телефона, то на всех остальных он точно будет идеально работать. Ну, не точно, но будет. Потому что есть у нас всякие Huawei и все-все-все такое. Это мы отошли немного от темы. Так вот, я считаю то, что эта презентация Apple была одним из самых главных, одним из самых главных разочарований года, потому что главным разочарованием у меня года было то, что я очередной раз, раз восьмой или девятый подряд не выиграл грин-карту, но это ладно, это тоже тема для другого ролика. Вот, потому что, по сути, они представили ничего. Ну, что-то чуть улучшили, что-то стало интереснее. Просто я вспоминаю те времена, когда я раньше смотрел презентации, и там, когда выходили iPhone, там, когда пятый iPhone вышел, а до этого вот был у всех 4S супер круто, и такой пятый показались, и такие, вау, ничего себе, классно, круто. Потом показывают на следующий год 5S, и там вообще все в шоке сидят, потому что как-то кнопку с отпечатком пальцев, которая работает, офигеть, как быстро добавили. Потом шестерку показывают, новый дизайн, красиво, классно, круто. Потом следующие апдейты были не такие уже крутые, конечно, если честно. Потом десятка опять всех взрывала. Вот, кстати, предыдущий iPhone, вот у меня сейчас 15 Pro Max, а предыдущий у меня был просто 11. И как бы вот я все это время не знал, обновляться, не обновляться, обновляться, не обновляться. Ну, и, скажем так, честно, не то, чтобы возможностей много было без проблем обновиться, скажем так. Вот, сейчас, когда появились эти возможности, я не знаю, а есть ли смысл. Напишите ваше мнение в комментариях, будете ли вы обновляться, либо не будете, например, напишите почему. И все такое, мне будет реально очень интересно почитать, плюс это помогает продвижению канала. И поэтому я постоянно в каждом ролике вас прошу оставлять какие-то комментарии в поддержку канала, потому что это действительно важно. Тем более я в последнее время немножко подзабил на YouTube, и статистика стала катастрофически падать, и все-таки хотелось бы хотя бы 5K добить до конца года. А с текущими темпами я смогу 5K добить только к концу следующего года. Поэтому, наверное, надо почаще ролики снимать. Ну, ладно, это уже другая тема, так все такое. Ну и, собственно говоря, все. На этом мы будем заканчивать ролик. И хочется сказать то, что в эту пятницу, 13 сентября, у меня будет очередной стрим на канале. По времени позже договоримся, у меня в Telegram-чате. И на YouTube, конечно, тоже что-то опубликую в сообществе. Вот, поэтому мы там поговорим на всякие темы, я поотвечаю на ваши вопросы, как и, в общем, до этого. Поэтому, если хотите тоже, то обязательно подписывайтесь на мой Telegram, там есть всегда самые актуальные новости. Ну и, как всегда, хочу сказать то, что если ролик показался вам интересным или полезным, то лучшей благодарностью и мотивацией для меня делать новые ролики будет ваш лайк и подписка на канал. Также не забывайте подписываться на мои другие социальные сети. Все ссылки есть в описании к ролику. Ну а на сегодня все. До скорых встреч. Увидимся.